Всем привет, дорогие друзья! С вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмак 2 Убийца Королей. Мы находимся в пещере... эээ... в пещере... Мы находимся в ущелье, где живут гарпии. Я пока... собирал... в прошлой серии, в конце прошлой серии я собирал сны в качестве... могущественной магии. И нашел несколько интересных... сон крестьянина, который трахал Саскию, ну судя по... судя по... виду, да? Потом сон Йорвита, ну там было все на эльфийском, поэтому хер его знает, что он там сказал. Да нет, все нормально. Самое то. Самый сок, Гералит. Блин, вы что, спаунитесь, что ли? Ну давай еще. Ладно, окей, я победил. Это было виртуозно. Открывай. Выходим отсюда, сдаем... кучу перьев. А, и сейчас мы еще попробуем открыть... Ну, тут сундук. Я, честно... Ты что, блядь, издеваешься? Пипец вас тут! Блин, если б так махал мечом, блин, тут всех бы по кругу перерезал, вообще не напрягая. Мышцы. Ну ладно. Так че, блин, я смогу открыть этот блядский сундук или нет? Нужен ключ. Ну, просто нужен ключ, все. И хоть ты, сука, тресни. Эх, окей. Ладно. Значит, не узнаю, че там все-таки. На хера мне теперь я? Я уже задаюсь вторую серию этим вопросом. Конечно. Отключите спаун. Отключите спаун. Это тупо, и это бесит. Драться тут, конечно, прикольно, но... Это бесит. Это глупо. Отключите спаун. Продолжение следует. Подключите спаун. Чтобы действует спаун. Хотя, своенравная придрочка к убийству мобов. Тоже, вроде, неплохо. Ну чё? Вот тебе перья, как заказывал. Добрая работа. Держи деньги. Признаюсь, у меня ещё не было такого странного задания. Хе-хе, и это ещё не конец. Чё, херел? Что ещё? Я тебя выслушаю, хотя у меня дурные предчувствия. Мне нужно ещё несколько перьев. Тебе или тому коллекционеру? Ему, конечно, ему. Как-то странно. Почему ты не сказал сразу, сколько перьев приносить? Я... Я не знал качество товара. Так что теперь мне нужно ещё несколько перьев. Я дотяну деньжат. Решайся. Я подумаю. Я принёс ещё перьев. Надеюсь, этого хватит. Добре. Я посмотрю и выберу лучшие. Вот твоя плата и небольшая премия. А что мне делать с оставшимися перьями? Да что хочешь. Мне они ни к чему. Бывай. Куда путь взяжешь? Позже. Ладно, давайте промедитируем сутки. Ну, до полудня. Девенадцать часов промедитировали. Куда путь взяжешь? Ладно. Хрен с тобой, золотая рыбка. Куда путь взяжешь? Ладно, может мне к тебе ночью прийти или чё. Ну, я последний раз попробую в любом случае. Ну, я последний раз попробую в любом случае. Куда путь взяжешь? Чё, блядь. Ладно. Чё, сколько у меня денег? Ну, почти тысяча. Сон деревенщины. Йорви там. А, давайте ждать до утра. Тогда пойдём. Ну, где-то так, да? Тут же ж ничего не поменялось, правда. Куда путь взяжешь? Никуда. Ладно. Хер с тобой, золотая рыбка. Так. Возвращение памяти убийцы королей. Кошмар Балтимор. Найти дом Балтимора в Вергене. Хорошо. Сейчас мы попробуем это сделать. Я, правда, не знаю, зачем оно мне нужно, но его убили. И это повод заглянуть туда. Причём он какие-то секреты там утаивал. Это двойной повод. Чего? Приветствую. Чего? А, у тебя глаза нет. Ну ладно. Отдыхай тогда тут с компанией вояк. Деркс. В принципе, мы со всем разобрались. К Филиппе Эйльхард лучше не спешить. Потому что, насколько я помню, следующим квестом будет именно призрачная битва. Хотя... Почему бы и нет? Тееек. Фу, я уж думал, всё зависло к чёртовой матери. А вот только где мне искать его дом? Это уже другой вопрос. А как вы полагаете, преподобный? Угодно ли богам лево Саске? Справа наговорить. Боги никогда не будут искать. Не, ну подождите. По логике. А по логике. Он должен жить в районе краснолюка. Вы идите прямо. Вы просто не хотите видеть женщину во главе армии. И чародея у неё в советниках. Даже малое дитя знает. Странная аура. Хорошо. Вůмцы кот�. Верхи наш здорово подрос, а. Верхи наш здорово подрос, а. Ничего интересного. в чем странность вергина здорово подрос доносы какие-то ладно а от ведьм избавляться то как так давайте продадим оружие продадим че тут насобирал нет это я продавать не буду потому что как только мне появится камни я их приспособлю как этот весь хлам ни хера себе у меня тратого ни хера себе у меня железо половину хотя бы продать зубы этих накеров тоже че б не валялось то не валялось то держи но это оставим с броня минс 10 процентов полезная штука по любому гарпио гарпио ой 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 такс вроде все а а ты еще почему покупал тебя ждут время жениться сукно я у тебя покупал сомневаются понимаешь да сукно давай сюда все с слушать а есть крафт крафтить будем а то я в основном всем крафтом занимаюсь есть есть у нее придан или нет работающий или мать вот крепкое сукно я не знаю вроде не хватит блин алмазной пыли бы еще докупить так сколько у меня всего этого счастья блин где она боже крепкое сукно 13 а нужно 18 по моему угу да боже просто укрепленный ноль в ноль это хорошо ээээээм давайте еще попробуем еще не узнать а тут знаете вам явилась точно такая же девка что нет у тебя ой подожди это же я свои ингредиенты смотрю алмазную пыль мне давай свою сколько там три восемь это пять штук не надо утверждает что она вся такая непорочная и никто в ее не порочность и не сомневается все за ней идут на войну и на смерть и как это понимать а подумай сам людей пивом не поедаем чего разы такого им идеи в голову бьют крепче понятно короче так крепкий серебряный меч крепкое серебряное судно ткани не хватает сука вечно чего-то не хватает надо будет еще раз ткани купить ну ладно четыре штучки не хватает бегут от своих жизней в мечты дождаться развития событий так вечный бой нет вопрос жизни и смерти это здесь Филиппа у нас живет нет пройтись блин Верген такой запутанный город я к Маркарту блин привыкал самое долго в Скайриме Верген это просто пипец ну как все обдумал все обдумал что я не знаю ну как охарный это просто дом в Вергене а мне показалось что это именно тот дом что мне нужен командира веками не было а 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 понятно хорошая песня мотивчик запоминающийся ну чё я все принес давай лечи мне саски ты хотел поговорить теперь дело за тобой все ингредиенты для саски у меня есть тогда приступим с к это эли отойдите это точно она а 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 нексера себе способ лечение у тебя Субтитры сделал DimaTorzok Поцелуй через розу памяти? Это моя любимая магия. Лесбомантия называется. Лесбомантия. Подожди. Поцелуй через розу памяти? Это, по-моему, что-то значит. Как твоё имя? Саския. Ты помнишь, что произошло? Меня отравили. Яд. Сколько времени прошло. Что с битвой? Солдаты! Хенсальд! Тихо, тихо. Ещё успеешь выиграть свою битву? Пойду объявлю, что ты вернулась в мир живых. Тебе я обязана жизнью. И Филиппе. Спасибо, Геральт. Я отблагодарю тебя, даю слово. Вы сняли проклятие? Нет, но почти всё готово. Похоже, нам будет нужен меч Вандергрифта. Так взял бы его. Для меня это просто кусок железа. Скэта Элли не допускали к тебе никого, кроме Филиппы. Но даже ей они не дали бы твой славный меч. Скоро попробую снять проклятие. Зачем ты мне помогаешь? Хм. У меня свои причины. Хотел бы я сказать, что делаю это для тебя или ради идеи. Но дело в другом. Всё проще. Один эльф предсказал, что в этом бою ко мне вернётся память. Не думала, что ты веришь предсказаниям. Я не верю. А вот он верил. Но вдруг получится. И потом, если моя амнезия это следствие чар, то предсказание вполне осмысленно. Когда я сниму проклятие, над полем боя прокатится волна чистой, неконтролируемой силы, которой будет нужен выход. А затем возникнет сильное поле антимагии. Последствия пребывания в таких условиях предсказать сложно. Но что-то обязательно должно произойти. Кроме того, мне больше ничего не остаётся. Удачи, ведьмак. Мы будем ждать. Удачи, ведьмак. Мы будем ждать. Поговорить с Филиппой. Нет, ну для начала забрать все Орины. Удачи, ведьмак. Мы будем ждать. Будем, будем. Куда же вы денетесь-то, мать вашу? Сукно. А я меч-то забрал. Ещё сукно. Ой, как здорово. Вроде всё, я знаю. Тут только кожа. Тут тоже только кожа. Похоже, что всё. Сукно. Сукно. Дратва. О, крепкое сукно. Это полезно. Так, ну мне туда не нужно. У меня тут переход есть. Ладно, Филиппа. Отгадай загадку. Что это такое? Хотя нет. Посмотри, что у меня... Да-да-да-да-да-да-да. Хочу тебя кучу купить. Так-так-так-так-так-так. Руны. Ничего. Так, давай смотреть. Уруны луны, огня, солнца. Ловушка. Да, это ерунда. Всё, у тебя ничего особо такого. Прям ценного, ценного нет. Посмотри, что... Давай. Да, я хотел бы... Да какой в кости. Посмотри, что... Дебил, что ли. Щицу мне одну сделай. Крепкое сукно, пожалуйста. Сука, одной штучки не хватает. Ёбаный насос. Это просто жесть. А это уже интересно. Ладно. Хрен с тобой, золотая рыбка. Это просто пипец. Ладно, Филиппа, может у тебя хоть ткань какая есть. 27 аренов, 15 аренов, Дратва. О, сукно. Здраво. Давайте заберём Дратву и выкаравтим сукна. Потому что сукно мне очень просто нужно. Просто очень-очень. Я, блин, после этой битвы обзаведусь чуть бы не лучше. Посмотри, что у меня... Доспеха мы в этой игре, блин. Так-с. Крепкое сукно. Реди. Да, всё есть. 18, 8. Не хватает только... Сенсия. Драуга. Это выпадет, по-моему. И часть панциря Драуга тоже выпадет, по-моему. Всё, я готов, можно сказать, к призрачной битве. У меня довольно хорошее оружие. Довольно хорошая броня. Неплохой трофей. Рай Филиппа. Я готов снять проклятие. Все артефакты у меня. Тогда за дело. Мне понадобится твоя помощь, чародейка. Я должен найти подходящие души. Они сами тебя найдут. Их притянет аура артефактов. Понял. Пусти в себя их мысли, их слова, их волю. И ты поймёшь, что делать. Геральт, есть кое-что ещё. Я сканировала поле битвы и наткнулась на душу дома правителя. Он отличается от других. Он изменился. Драук. Этого я и боялся. Да. Удачи, ведьмак. Принять участие в призрачной мгле. Вот и настало время сбивать масло. Ладно. Приснился мне сон. Машем мы столбик. Вроде больше ничего я тут сделать особого не могу. Мечей тут лучших нету. Брони тут лучше нету. Давайте продадим ещё всякое. Надо бы святошам сюда молодых клириков посылать. Пускай смотрят. Так. Вот это, блин, очень хороший меч. Я бы его взял. Байдоном. Слушай, он действительно... Зелькерка? Откуда у меня куртка Зелькерка? Так, глядишь и поверь. Ни хера себе. 13 и 14. Причём, сюда ещё можно камни вставить. Откуда только вся эта паскуда повылезла? Блин, круто. Тут же великая битва была. Столкнулись меж собой гордыня и жадность. Только ведь и правые, и виноватые. Все одинаково помирают. Ни хера себе. Ни поведливости в бою нет. Слышь, я... Только человечья воля до таких проклятий доводит. Только она. Эх, ведьмак бы лучше разъяснил. Короче, 80 монет. Я даже не знаю. Держи, наверное. У меня тут куча всяких накладок. Конечно же. Но я их, пожалуй, приберегу на броню этого Драуга. Или нет. Так, ну это крутая. 15 здоровья и кровотечение плюс 1 к броне. Так, это просто 2 к броне. Сопротивление к кровотечению и арению. Арению, кровотечению, отравлению. Здоровье плюс 10. Сопротивление к арению. Так, блин. Представляешь, я тут получил серьезное предложение. Ладно. Пойдем так. Здорово, я приоделся. Я, блин, крутая броня. Это же Сельдкерк. Ё-моё. Легендарный воин. Правда, погиб он, бедняжка. Ну да ладно. Давайте-ка, пожалуй, на этом я закончу свою серию. Потому как призрачную мглу хочу оставить полностью. И на следующую я не думаю, что это какой-то быстрый квест, да. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.